Всем привет, с вами Саша, давайте узнаем самые интересные новости. Белка, сэр. Британские экологи предложили продавать блюда из белок в ресторанах. Странное предложение поступило от зоозащитников, однако в суп попадут не все белки, в этот раз не повезло серым. Дело в том, что местные рыжие белки жили в Великобритании более 10 тысяч лет, а сейчас они находятся под угрозой уничтожения из-за серых соперников. Война между ними длится не первый год, серым белкам уже даже подмешивали в еду противозачаточные, чтобы остановить их размножение, но, увы, это не помогло. Поэтому зоозащитная организация считает, что серым белкам самое место врагу в пирогах и кебабах. Кстати, в продаже появятся и чипсы со вкусом грызунов. Не ори на меня, каждый четвертый автомобилист из России кричит на навигатор. Водители повышают голос на систему, если она шивается с маршрутом и приводит их в пробку. Кстати, с недавних пор у жителей Татарстана появилась возможность поругаться с навигатором на родном языке. Приложение озвучила группа iGel. Другие опрошенные признались, что соревнуются с навигатором и едут специально своим путем, чтобы опередить предлагаемый помощником маршрут. Находятся и те, кто с помощью навигатора смотрят на загруженный страсс и потом решают садиться за руль или воспользоваться общественным транспортом. Полицейские в Перу столкнулись с необычным случаем. Им пришлось разлучить молодого человека с его любимой, так как объектом его воздыхания оказалась мумия. По словам Хулио, так зовут мужчину, мумию он получил от отца, который купил ее около 30 лет назад. Останки хотели передать в дар музею, но там такой подарок не приняли. В итоге парень назвал мумию Хуанитой и говорил, что она его духовная подруга. Иногда он выходил с ней выпить пиво в парк, где его и задержала полиция. После экспертизы выяснилось, что Хуанита на самом деле 45-летний мужчина, умерший около 800 лет назад. А Хулио теперь грозит уголовное дело за надругательство над культурным наследием в Перу. Пять пальцев хорошо, а шесть еще лучше. Дополнительный палец для руки разработали биоинженеры. Его напечатали на 3D-принтере, добавили двигатели, подключили к аккумулятору и контроллеру, которые крепятся на браслете. Эта система беспроводным образом закреплена на лодыжках или ботинках пользователя. При этом пристегивать к себе дополнительный палец предлагают не для того, чтобы носу ковырять, и не для забавы. С ним быстрее и проще выполнять различные задачи, от готовки и переноски предметов до хирургических операций. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока!